Расчётки за ЖКУ, в которых теряешься, как в лабиринте. Недобросовестные управляющие компании, мудрёные законы. ЖКХ – вечная одна из самых острых проблем нашего общества. Но мы не будем опускать руки, будем учиться быть собственниками в помощь Азбука ЖКХ. Тема этого выпуска – тепло в наших домах. Отопительный сезон в Ставропольском крае проходит без сбоев. Он стартовал в середине октября. Установленный срок паспорта готовности получили 100% муниципалитетов и теплоснабжающих компаний. До 15 сентября такие же документы выдали 97% многоэтажек региона. Оставшиеся устранили нарушения и вошли в отопительный период с актами готовности. Чем холоднее зимой на улице, тем горячее должны быть батареи. Работает ли это правило в многоэтажках краевого центра? Предлагаю посмотреть на примере одной из них. Жители трёхэтажки на улице Доваторцев жалуются на работу котельной. По их словам, каждый год в течение нескольких недель в начале отопительного сезона батареи в квартирах еле тёплые. Тамара Николаевна, у вас прям настоящий боекомплект здесь. Да, вот такую, как нам отключает отопление, мы постоянно... У нас вот это повседневная одежда. Халат тёплый, пледы, шестяные носки. И вот вяжу постоянно сижу. То внуком вяжу, то себе вяжу. В ход идёт не только дополнительный слой одежды, но и кондиционер. А это значит и незапланированные траты на электричество. Вместе с инспектором краевого стройжилнадзора проверяем, действительно ли в помещении невыносимо холодно. Мы будем осуществлять замеры температуры воздуха в помещении. Для этого у нас есть вот такой прибор, это называется анимометр. Он фиксирует температуру и скорость воздушного потока. Мы замер осуществляем в середине комнаты. На высоте примерно от полу до метра. Кладём на табуретку и ожидаем в течение пяти минут. По правилам в это время из помещения выходит. Делается это, чтобы исключить нагревание воздуха от дыхания. Ждём пять минут в коридоре и возвращаемся. Давайте посмотрим, что показывает анимометр. 19,2 градуса. То есть это в пределах нормы? Да, нормы у нас для помещения внутри дома от 18 до 22 градусов. Соответственно, в угловых квартирах от 20 до 24. Это не угловая квартира, да? Да. То есть получается 18-22 градуса, это норма. Здесь 19,5. Всё в пределах нормы. Давайте я ещё хочу батареи пощупать. Батареи горячие. На улице не так холодно, батареи прям горячие. Замер показателей произвели и в подвале. Там измерили температуру теплоносителя. Температура на воде 56 градусов. Давление сколько? Давление 2,5. Давление 2,5. Проблемы, как утверждают жители, возникают каждый год именно при запуске отопления. И в течение нескольких недель после. Факт недостаточного подогрева теплоносителя неоднократно фиксировала и управляющая компания. Как начинается отопительный сезон, теплосеть, в данном случае котельная, не предоставляет тепло надлежащего качества. То есть у них свой температурный график, которому якобы они стараются придерживаться. Но у нас в теплосетье абсолютно другой график температуры. Минимальная температура 70 градусов. А они подают по своему графику 44 градуса. Почему же в котельных Ставрополя и Шпаковского района температурные графики отличаются? За ответом мы обратились в ООО «Теплосеть». Графики одни и те же. Просто есть системы теплоснабжения с горячим водоснабжением. И есть чисто отопительные системы, когда тепловая энергия подается только на отопление. В период наружных температур до нуля и выше температура плюс 70 для нужд отопления не требуется. В доме на улице Доваторцев нет горячего водоснабжения. Воду подогревают колонки. Это значит, что при температуре наружного воздуха от нуля до плюс 8 температура теплоносителя может составлять 45 градусов. 70 же она должна достигать с наступлением мороза. Внимание следует уделить и температуре воздуха в самой квартире. Как мы выяснили, минимальный показатель в отопительный период плюс 18 градусов. И в угловых квартирах плюс 20. Если у вас холоднее, первым делом обратитесь в письменном виде в управляющую компанию или ТСЖ. Их специалисты придут и сделают замеры. Нужно обязательно обзавестись актом, акт проверки. То есть, либо это сразу вам дает представитель управляющей компании, либо вы потом по запросу просите управляющей компании. Если температура плюс 12, то проблема должна быть устранена в течение 16 часов. Если температура воздуха плюс 10, то в течение 4 часов. Максимальный срок для решения проблемы – сутки. Если ситуация не сдвинулась с мертвой точки, нужно направить жалобу в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. В жалобе обязательно должны быть контакты о себе, о существующей проблеме, какие меры вами предприняты, результата нету и от чего вы хотите. Это нужно обязательно. И к нему нужно приложить обязательно те документы, которые у вас имеются на руках, о том, что вы предпринимали попытки, и попытки были безрезультатны. Потребитель услуги вправе потребовать перерасчет платы за тепло за те дни, когда услуга предоставлялась недолжным образом. Зимой важно обращать внимание не только на температуру воздуха в помещении, но и на безопасную эксплуатацию отопительных приборов, газового и электрооборудования. Ведь от этого зависит наша с вами жизнь. Взрыв газа, густой дым и пламя. Этот пожар произошел в конце 2017 года в Изобильном. Видео сняли на камеру мобильного телефона очевидцы. 2012-й, хутор Зеленчукский Кочубеевского района. Там произошел взрыв бытового газа и возгорание жилого дома. Пострадали 4 человека, двое из них дети. А это уже ноябрь 2018-го. Хлопок газа напугал жителей станицы Зольской. Газовоздушная смесь взорвалась котельной, пристроенной к дому. Поврежденными оказались двери и окна домовладения. Спасатели вызвали очевидцы. Никто не пострадал. С наступлением холодов количество происшествий, главный герой которых – бытовой газ, увеличивается в разы. В качестве профилактики таких ситуаций во всех районах края сотрудники МЧС региона проводят операцию отопления. Анна Григорьевна давно на пенсии. В частном доме в Грачевке живет одна. Родные далеко и навещают редко, а за котлом следить нужно. Но теперь женщина побаивается самостоятельно это делать. Память, бывает, подводит. Иногда я забываю, какую кнопку, куда вертануть, что сделать. Понимаете? Поэтому, если я уже что-то забыла, я вон телефон, звоню, пробегают. Все нормально. Что тебе надо? Только в Грачевском районе одиноко проживающих пожилых граждан около ста. Участники рейдов проверяют их газовые котлы, колонки, а также печи и дымоходы. Пенсионерам также разъясняют правила их безопасного использования. Ну, сложный доступ, нельзя на вентиль газовый вешать. С сотового как звонить? Ну, как, как. Набираем в Грачевку. Прямо в телефоне так написано в Грачевке. С сотового телефона, 101, это пожарная охрана. Да. Через 101. Подобные рейды проводят и другие экстренные службы. В Труновском районе сотрудники ПАС региона проверили состояние электропроводки, отопительных приборов и газовых труб. В домах жителей они нашли ряд нарушений. В некоторых домах это обугленные розетки, на скрутках провода, что недопустимо. И, соответственно, электроприборы включены в сеть через тройники. То есть вот такого типа нарушения, это ведет, значит, к чему? Ведет к возгоранию через короткое замыкание. Сетчанам объяснили, как правильно пользоваться приборами для обогрева, и вручили памятки по правилам безопасности. Разъяснительная работа и повторные проверки оборудования по всему краю будут проходить до окончания отопительного сезона. Отопительный сезон в самом разгаре, а батареи в доме холодные. Причем у соседей все в порядке. Как решить проблему, нам расскажет инженер, управляющий компанией домовой, Михаил Янковский. Михаил, как здесь действовать жителям? Смотрите, если у вас в комнате холодные батареи, вы можете обратиться в управляющую компанию. В течение получаса специалист должен подойти на место. Специалист должен первым делом посмотреть на манометр, где должно быть давление не меньше тройки и не выше шестерки. Если нужно будет повысить данное отопление, то он открывает кран, который находится у нас чуть-чуть дальше, и подкачивает давление. Затем специалист подходит к распределительному ящику, где находится у нас компьютер. На отоплении, на батарее у нас компьютер показывает, что нужно 65 градусов, не меньше, и потери у нас на данный момент не имеется. Соответственно, специалист понимает, что в теплоузле в данном момент все хорошо, и он поднимается в квартиру. Так, в данный момент мы находимся на этаже, и здесь находятся у нас гребенки. То есть каждый шкаф, это на каждом этаже есть такой, он распределяет по каждой гребенке, здесь распределяется на каждую квартиру. Соответственно, каждая квартира может перекрываться отдельно. Распределяется теплоноситель? Да, распределяется теплоноситель, то есть, соответственно, здесь идет подача и обратка. Что мы делаем? Мы проверяем, краны открыты, на каждую квартиру у нас тоже все открыто, все хорошо, здесь все тепло. Здесь смотрим, здесь есть клапан, который спускает воздух. Соответственно, мы откручиваем колпачок, смотрим, воздуха нету, закручиваем. Здесь все отлично, проверили. Обязательно проверяем каждую трубу для того, чтобы понять, завоздушилась ли данная квартира, которая и поступила жалоба. Мы убеждаемся в том, что у нас каждая гребенка теплая, все хорошо, и, соответственно, поднимаемся, идем до квартиры. Завершающим этапом является проверка батареи в квартире и чем мы, в принципе, сейчас и займемся. Проверяем для начала кран, смотрим, что подача у нас в норме, кран до конца открыт, и переходим на эту сторону, чтобы проверить обратку, откручиваем колпачок, проверяем, что обратка у нас, шестигранник открыт до конца, и, соответственно, дальше мы идем к крану Маевского, чтобы посмотреть, есть ли в данной батарее воздух. Берем любую посудину, и можно отверточкой, можно ключом. Мы приоткрываем, смотрим, что в данный момент у нас воздуха нету. Закрываем плотненько. Если воздух есть, то это как видно? Если воздух есть, то, соответственно, пойдет не системная вода, а пойдет сначала воздух. Он зашипит. Как водичка полилась, все, мы закрываем, не нужно дальше сливать. Можно еще как понять о том, что есть ли воздух. То есть, и вы смотрите, да? Проверили снизу. Почему снизу? То, что подача зашла, вы посмотрели, она теплая, батарея. Если вы наверх щупаете, она у вас прохладная. Соответственно, это говорит о том, что в данной батарее имеется воздух. И проводим данную процедуру. В данной квартире мы проверили, что все в норме. Отопление работает, воздух спустили. Жильцы, в принципе, могут это сделать самостоятельно, но лучше вызвать специалиста в управляющей компании. Хорошо, когда батареи зимой горячие. Температура же воздуха в квартирах должна быть не ниже 18 градусов и в угловых квартирах не ниже 20. Если же вам кажется, что у вас холоднее, обратитесь в письменном виде к исполнителю услуг, в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсно-снабжающую организацию. Это была Азбука ЖКХ. Программа о том, что мы будем жить лучше только тогда, когда начнем понимать и действовать.